Ново Мигунки в небе? Похоже на пластная трата времени. Ново Мигунок облако и увидеть в небе Мигунки. Только подумай, как это будет прекрасно. Когда она видит Мигунок, ей нравится думать, что мы не совсем одиноки. Что даже если этот мир закончится, где-то там, далеко, другие миры будут продолжать жить. Ново интересуется, приходилось ли тебе смотреть на Мигунки и задаваться вопросом. Неужели ты, как и они, будешь вечно двигаться по неизменным орбитам? Или все же можешь свободно выбирать свой путь? Узоры, мы уже свободны. Ей нравится, что ты так думаешь, но насчет себя она не уверена. Считает, что пока в небе вращаются Мигунки, с ними вращается и мир. И так будет всегда. Говорит, что ты всегда стараешься сделать вещи ярче, и ей это нравится. Ей нравится твой союз с Мириат. Они сияют так, что затмевают Мигунки. Они сияют ярко. Иногда они слишком ярко светят. Думает, что в наши дни мало кто сияет ярче Мигунков. Говорит, когда она разговаривает с тобой, у нее появляются Мигунки в глазах. Она спрашивает, ты тоже любишь мечтать? Звезды ее мечта. Родители даже назвали ее девочка со звездами в глазах. Нова. Ее мама была рок-звездой, и от нее у Новой ничего не осталось. Однако, когда сияют звезды, сияет и она. Она поняла, кто она такая. Ночное создание. Но теперь она головой застряла в небесах. В некоторых местах смог такой плотный, что сквозь него не пробиться. Даже длинноскоп. Что такое? Что такое длинноскоп? Что такое рок-звезда? Ты любишь ночь? Она говорит, что всегда любила темноту. Ночью Мигунков не видно. Совсем. Нова говорит, что нашла Мигунка, когда ночное небо было ясным. Исследование ее отца утверждает, что осколок Мигунка обладает усиливающими свойствами. Она убеждена, что осколок Мигунка усилит ее длинноскоп так, что она сможет смотреть на звезды каждую ночь. Она спрашивает, не можешь ли ты ради нее понаблюдать за ночным небом? Один из Мигунков уже влетел в атмосферу. То есть он вскоре достигнет земли. Когда это произойдет, она просит тебя отколоть от него кусочек и принести ей. Может, я его лучше себе оставлю? А ты мне за него заплатишь? Будет чудесно посмотреть на этот Мигунок. Обещает показать тебе всех Мигунков, каких только сможет найти. Новое побочное здание, искаженные Мигунки. Найти на ночном небе Мигунок. Так, изучить место падения Мигунка. Вон они! Лови! Никто не устоит. Повсюду поле. Если ты можешь сложить эти осколки, то наверняка сумеешь разбить этот Мигунок и достать их. А вот и упавший Мигунок. Получилось! Ты глянь на эти сияющие осколки Мигунка. Так, принести... Принести осколок Нове. Ново говорит, звезды воссияли над тобой. У тебя с ними связь, иначе они бы никогда не привели тебя к месту, где падают Мигунки. Она говорит, что твоя роль во всем этом важнее, чем тебе кажется. Так говорят звезды. Для начала тебе нужно вставить осколок Мигунка в длинноскоп. Она полагает, что осколок способен так усилить длинноскоп, что он сможет показывать звезды сквозь завесу смога. Мне нужно сбивать Мигунки. Как прекрасно смотреть на небо. Мигунки просто изумительны. Она знала, что ты оценишь красоту небесного свода. Он предает всему сущему просвективу. Ново говорит, что она, как звезды, смотрит на тебя по ночам. Не припомню, что мне делать дальше. Ты можешь рассказать мне что-то еще? Не хочу тебя больше задерживать. Говорит, что вы еще увидитесь. Новое побочное здание длинноскоп. Установить осколок Мигунка в длинноскоп. Двигай его, пока не увидишь падающий Мигунок. Поверни в нужную сторону. Отлично. Красотень. Ново точно знает, что усиление длинноскопа очень порадовало бы ее отца. Ново говорит, что у нее есть склад любопытных предметов из Старого Мира, который оставил ей отец, когда ушел из планетарии. Ей этот мусор совершенно не нужен. Просто напоминание о том мире, которого больше нет. Она будет только рада, если ты заберешь хоть немного. Да я хоть все возьму. Что это за вещи? Я их делу пристрою. Она просто рада, что их убрали. Так что она больше не спотыкается о них, когда смотрит на небо. Ново говорит, что ногами нужно стоять на земле, а глазами всегда видеть звезды. Покажи, что у тебя есть. Полнечные очки. Надеюсь, ты об этом не пожалеешь. Спина, рюкзак, ковчег. Голова, шлем, ковчега. Ноги, штаны, ковчега. Торс, куртка, ковчега. Отличная вещь. Помощное задание завершено. Все новое. Так, посмотрим, что там на спину было. Так, обычный рюкзак. Порядок, если можно летать. На, просто рюкзак. Так, ценность 0. Чтобы не мешал. Так, дальше. У нас еще два NPC осталось. Неизведанных. Так, один у нас находится. Так, так, так. Вот здесь у нас рядом уже с кисом. Где-то, где-то тут. Может быть, наверху. Так, нет, не тут. Вот тут здесь. Когда светло, видно гораздо дальше. Так, вон там, наверху. Осторожно. Не скатись по спрыль склону. Может, Хонки покажет дорогу. Хонки. Посмотрим. Думает, что большинству повезло намного меньше, чем тебе. То, что тебе удается выживать так долго, говорит о том, насколько ты крутой клиент. Не обязательно убеждать его в этом. Он это и так знает. Ты торговщик? Что ты пытаешься продать мне? Мне повезло встретить тебя. Только те, с кем это произошло, знают, насколько им повезло на самом деле. Кажется, он еще не встречал таких умных клиентов, как ты. Только самые проницательные покупатели могут заполучить такую качественную экипировку. А что ты собираешься сделать с этим снаряжением? Он считает, что ты сумеешь добиться успеха с тем, что у тебя есть. А еще ты можешь заключить выгодные сделки, чтобы шансов было еще больше. Говорит, что искал для тебя самые выгодные предложения и счастлив поделиться ими с тобой. У тебя когда-нибудь были сомнения по поводу сделанных покупок? Или, что еще хуже, по поводу не сделанных? Жизнь слишком коротка, чтобы позволить желаемому пройти мимо тебя. Мне всего хватает. Мне надо больше. Думает, что такие, как ты, редкость. Ведь вы ни в чем не нуждаетесь. Тебе повезло. Он рад, что мир выживет. Тут все его вещи. Ценит то, как ты пытаешься помочь им. Хоть ничего и не покупаешь. Думает, что ты поладишь с племенем Мириот. Он много гринов наварил, продавая им всякие вещи долгие годы. Что они купили? Что они тебе продали? Им очень нравятся огоньки, но они покупают много крышек для них. Иначе спать невозможно. Что ты хочешь? Бизнес не ждет. Лимпи Мэйн – аморфи. Он представляется как хонки и говорит, что у него привычка превращать первых встречных в постоянных клиентов. Пистолы. Лимпи Мэйн – аморфи. Он был рожден, чтобы стать торговцем. А может быть, это причудо судьбы. Как бы то ни было, он ничего не может изменить. Торговля у него в крови. С ним все будет в порядке, даже если он не получит от тебя прибыли. Это компромисс, на который он готов пойти, потому что это противоречит его принципу предлагать либо радость, либо прибыль. А ты честно видишь дела? Прибыль не имеет значения? Мы не сможем быть друзьями? Думает, что лучше дружба, основанная на бизнесе, чем бизнес, основанный на дружбе. Хонки говорит, что хочет помочь тебе, помочь ему. Он знает, что ты можешь сохранить верность его фирме. Он следит за рынком и прислушивается к его требованиям, но часто осознает, что именно он может подсказать другим, что им нужно. Он даст тебе то, что нужно, как только ты поможешь ему получить незначительную мелочь, которая лично для него имеет большую ценность. Может быть, я заберу это себе? Думаю, меня не затруднит. Если это так много для тебя, значит... Говорит, это не так уж важно, но для него довольно значимо. Новое побочное задание. Отличная бесценность. Найти дорогу в вокзальный бункер. Совсем рядом. Подземный мир совсем не похож на тот, что наверху. Так, как-то я лихо спрыгнул. Так, в принципе, надо было по стенке. А и сюда. Как по тропинке идешь? Осталось всего пара ходов. Соберись. КОНЕЦ никчемная фигня чем может по кружке вернуться к конке другого это тут нету вверх и вниз кругом вертись хонки ценит твою готовность принести ему ту ерунду о которой он просил он думает что выгодные сделки твоя истинная страсть хонки был бы очень признателен если бы тебе удалось достать для него еще один убыточный товар раз уж ты здесь для него эта вещь имеет огромное значение а для тебя она бесполезна чем чувствительнее он становится тем лучше сделка которую вы сможете заключить так что тебе это тоже выгодно тебя же не затруднит захватить по пути эту ерундовинку раз ты все равно вроде что там то 7 недооцениваешь эту вещь договорились с удовольствием позволить тебе помочь мне помочь тебе говорит что без тебя он не справился бы ты первостатейное существо это намного лучше чем первобытное хонки говорит что все продается кроме тебя я не знаю чем заняться ты что-то скрываешь не хочу тебя больше задерживать говорит да не напрягайся ты так новое побочное задание нечто невыгодное найти дорогу в чертог надежда так либо отсюда спуститься вниз на она будет проще как будто река сквозь тебя течет так весьма были дам могли тогда это активировать найти невыгодный предмет для хонки пора взглянуть что над нами бесполезная фигня так но это в целом до процентов на десят пластихлом полезная штука вернуться к хонки теперь хонки получил дорогие для него мелочи и готов торговаться хонки говорит что теперь он хочет дать тебе возможность получить больше ожидаемого он обещает что ты не пожалеешь о сделке чем больше ты получишь тем больше он даст очень гладко говоришь тебя странные представления о ценности только честной сделке верно говорит что пока тебя все устраивает он будет стараться вести дела максимально честно марту галя хонки всегда открыт для бизнеса покажи что у тебя есть у хонки есть все что тебе нужно и даже немного больше не не так а что-нибудь забрать нет такого нету так хорошо жерно побочных нет так еще одно место осталось вот тут сюда надо так это у нас последние пися которого мы откроем по счету он по моему 19 что так так не знаю откуда ее искать так 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 поляна поляна булли булл здесь живет микс вы не пика он слышал что ты пытаешься раствориться в местном мире но боялся что на деле ты варишься в собственном соку ты повар почему тебя жажда мучает а похоже тебя жажда мучает но вопрос а хорошая ты в своем деле так предлагает спросить кого угодно и если в ответ услышишь да это добрая честная душа так интересуется что ты будешь делать теперь когда у тебя столько сил накормишь мир или будешь смотреть как он пухнет с голоду поляна ты пахнешь свежестью и будущем как все кто ценит добрую пищу и жизненную силу которую она дает поляна он говорит мы это то что мы пьем кто хочет быть хорошим должен пить только здоровое и питательное а будешь пить всякую дрянь опустеешь изнутри мимо гена пока полями думает что жизнь полна всевозможных ингредиентов ты сам решаешь что положить в блендер а потом в рот ты то что ты пьешь и что же тогда с тобой происходит когда ты выбираешь то или иное я это все равно я мир меняет меня но ты ведь так думаешь правда о как она радуется тому что мир возвращается к жизни в нем так много всего что можно выпить говорит что он под впечатлением от того как усердно ты стараешься вернуть миру вкус к жизни и это радуется тому что тебе удалось найти общий язык с племенем мирят они всегда тщательно выбирают что положить в рот только свет и листья листья и свет они хорошие думает что если ты с ними то и ты ничего считает что тебе надо приготовиться к разговору ему любопытно доводилось ли пробовать суп вкусней самой жизни если нет ты в нужном месте слава о миксовом смесиве далеко разнеслась его мысли как само смесиво перемиксовались у него в голове те кто считает что хорошо знаком с ним даже зовут его микс каково он хочет чтобы о нем узнала побольше клиентов обещает присмотреть за тобой если ты окажешь ему одну услугу почему ты хочешь чтобы о тебе узнали ну что это миксово смесиво такое вкусное что ты кладешь свое смесиво говорит что там всего по чуть-чуть и кое-что особенное микс просит глядеть в оба может ты найдешь обруч такого цвета который становится ярче на солнце после дождя он охотится за концентратом призматического преломления солнечного света который формируется во вкуснейших каплях дождя в небесах найди его вожделенный концентрат там где цвет падает на землю принеси его чтоб микс мог смешать смесиво и поделиться со всеми ах хорошо бы сейчас глотнуть твоего смесиво ох и вкусное должно быть смесиво всем бы такое смесиво не помешало горячо с тобой соглашается и был бы рад поделиться этим волшебным вкусом со всем миром новое побочное задание конец радуги добраться до смотровой площадки и найти радугу пешочком так как там наверх это по-моему должно сработать цветная дуга вздымается высоко следуй за ней до конца красиво так может мы можем по-быстрому переместиться так отсюда нам быстрее будет хотя не очень день означает новые возможности это у нас дикие штучки вон в том дыре жаблики болтается галантерейщик со своей улучшальной скамьёй что я на карте этого не видел по-моему не было здесь сомневаюсь что мы заберемся здесь попробовать можно вот 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 Девушки отдыхают. Оно осталось всего пароходов. Заберись. Разноцветная находка. Радужный концентрат. Вернуться к миксу. Это тебе пригодится. Микс не знает, как тебя благодарить. Что может быть лучше милого сюрприза после дождя? Микс думал, что намешал бы тебе смесиво. Но его запасу наливай стекла приходят кранты. А без него смесиво налить некуда. Принеси ему наливай стекло, а он намешает тебе пока что смесиво. Когда вернешься со стеклом, оно как раз будет готово. Это стекло не так уж сложно найти. Наверняка поймаешь что-нибудь, что дрейфует по глади. Так, а можно мне выпить смесиво прямо сейчас? Не могу дожидаться смесиво. Ладно, достану я тебе стекло. Ты помогаешь ему оказать миру услугу, которую мир не скоро позабудет. Микс рад тебя видеть. Мне нужно идти дальше. Говорит, да не напрягайся ты так. Наливай по полной. Найти наливай стекло для микса. Так, нельзя. Так, кстати, мы так в принципе можем по воде везде плавать. У нас энергия устанавливается. 200. Полнофляжка. Иди вперед на цыпочках и дойдешь. Сегодня просто ужас. Микс говорит, что теперь, когда у него есть наливай стекло, он готов расстаться с глотком смесива, придающего невероятные силы. У микса есть и другие интересы, кроме солнышка после дождя. Он собрал потрясающую коллекцию интересных штуковин. Проблема в том, что она стала для него лишним грузом. Теперь, когда его взгляд устремлен в небеса. Он будет рад кое с чем расстаться. И так уже все это слишком долго копится. Значит, я могу взять все, что захочу. А тебе это не нужно. Ты и вправду так любишь, когда после дождя светит солнце. Говорит, лишь бы погода распогодилась. Вот что его беспокоит. Микс говорит, что от встречи с тобой хмурый день светлей. Покажи, что у тебя есть. У микса скопилось огромное количество вещей. Так, регенерация здоровья, энергии, продолжительность по тысяче. Дорого. Неплохая сделка, как ни крути. Взять смеси ломикса. Так, я же только что купил. Смеси ломикса. Уровень редкости 60. Легендарный. Так, понятно. Третья бутылочка. Ну ладно. Так, больше нету. Больше нету. Так, на этом все. Больше NPC никаких нет. Побочных заданий нет. Выполняем два задания. Это у нас само собой выполнится. И потом финальный босс. Так, идем. Северо-восток. Победит Топофырка. Так, вход у нас здесь. Гора – прямая противоположность болоту. Так, вход у нас здесь. Так, возможно. Ай-та-шо. Например, у нас здесь. Так, пошло. Хороший – это не наиболее. Чтобы бы вам было. Так, удовольствие. Так, подозреваем. так поди будет быстрее классный выстрел так это у нас не вода совсем гадость смотри куда ставишь лапы а полный отвал две ямлочки а а а не просвести свой воздух он тебе нужен полезно проверь там завалы пластиклома это непонятно иногда пистолет лучше иногда винтовка лучше здесь момент так не доберемся а там есть уже вход здесь нужен будет моют но и и и и и и